Месяцы подготовки, проверка безопасности и организационные вопросы. Сегодня в Ульяновске наконец-то официально стартовал международный форум «Россия – спортивная держава». Торжественное открытие началось со слов почетных гостей мероприятия. Пропаганда спорта и здорового образа жизни Владислав Третьяк объяснил, почему так необходимы подобные мероприятия. Чтобы наша молодежь действительно занималась культурой и спортом, чтобы были здоровые люди, которые действительно прославили нашу страну. Еще раз хотел бы сказать всем слова благодарности, благотворной работы и только победа, только вперед. Спасибо. После приветствия от известных спортсменов и политических деятелей в «Волгоспорт-арене» заработали тематические площадки. Гости из 85 субъектов страны приготовили много интересного. От тренажеров-симуляторов до презентации программ спортивного менеджмента. Например, Всероссийское общество «Трудовые резервы» предлагает новый формат рабочих будней для россиян. Образно говоря, к каждому офису и заводу по своему тренеру и спортзалу. Создание на каждом предприятии физкультурно-спортивного клуба со своим физкультурником, мы его называем физоргом, который будет заниматься вовлечением сотрудников в физкультуру и спорт. На каждодневной, на постоянной основе, с объяснением необходимым практик. Трудовые резервы привезли с собой не только рассказы о своих программах, но и спортивные разработки. Одна из них – хоккейный уголок с имитацией льда, как дополнительное поле для тренировок юных спортсменов. С его помощью можно отрабатывать основные приемы игры, не выходя на каток. Задача проекта – внедрить хоккейные уголки как в общеобразовательные заведения школы, так и на промышленные предприятия, чтобы трудящиеся там могли заниматься хоккеем внутри места, где они работают. На форуме нашлось место не только для научных разработок и бизнес-программ, но и для развлечений. Лазерный биатлон, тематические мастер-классы и запредельно реалистичный симулятор лыжной трассы. Гости из Удмуртии порадовали форумчан виртуальным снежным аттракционом. Состоит он из тренажера для укрепления опорно-двигательного аппарата и 3D-очков. Копление – корпус на месте, только ногами. Во-во-во, отлично, корпус стараемся лежать на месте. Каталог стартов, выбор существующей трассы и отрыв от реальности. Эта площадка оказалась нестандартной и веселой. С помощью очков виртуальной реальности вы почувствуете себя настоящим лыжником. Нужно ехать по этой трассе, собирать удмурткоины и инвестировать в республику. Как вы видите, это весьма захватывающее и даже непростое действие. Международное мероприятие не может пройти без выступления эстрадных коллективов. Ансамбль танца «Экситон» добавил эффектности играться и спортивному форуму. Юные звезды показали иногородним иностранным гостям, как зажигают ульяновские таланты. Шоу-программа на этом не заканчивается. До 12 октября в концертных залах и кинотеатрах города пройдут тематические концерты и кинопоказы. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.